Александра Владимировича Хайре Поскольку обращение к нему не случайно, известно, что Хайре написал в своей молодости два комментария, имеющие отношение к делу Он написал книгу, посвященную, собственно говоря, Святому Ансельму, то есть идея Бога и доказательства существования Бога Идея Бога в философии Святого Ансельма и идея Бога и доказательства бытия Бога в Декарте Ну, собственно говоря, я остановлюсь только на тексте, который посвящен Ансельму и тому, как интерпретирует Хайре, как читает Хайре сам ансельмовский аргумент Потом мы называем Ансель аргументом онтологическим Ну, в первую очередь Хайре указывает, что будет несправедливо называть его онтологическим То есть с точки зрения Хайре как раз то, что предлагает Ансельм, является аргументом априори, но не онтологическим Поскольку онтологический аргумент с точки зрения Хайре вырастал бы из того, что мы анализируем саму сущность Бога Которого Ансель называют их по-майорски же Тарин Эквит И если бы нам была дана его сущность, анализируя сущность Бога, как связанную, непосредственно связанную с его существованием И если бы мы из этого анализа получали существование того, что существует, естественно, тогда мы могли бы назвать это антологическим Но Ансельм как раз пытается избежать этого прямого анализа сущности Бога, поскольку постижение сущности Бога нам не дано И вот то, как мы его называем, то как Ансельм его именует, то более чего нельзя помыслить Он является не определением Бога, а неким таким указательным именем То есть мы указываем, что вот здесь вот находится граница, мыслить Бога ясно и четко мы не можем И, соответственно, мы остаемся на уровне того, что Кайре говорит анализа самого вот этого вот понятия, анализа вот этого вот логического описания Поэтому Кайре, с одной стороны, отказываясь называть этот аргумент антологическим, остается на уровне логики и фактически концептуального анализа То есть он анализирует, предлагает анализировать то, как понимается со стороны Ансельма вот этот вот майус, то есть более И утверждает, что, собственно говоря, два принципа играют ведущую роль в доказательстве в этом аргументе, предлагаемом святым Ансельмом Это, естественно, принцип непротиворечия и принцип совершенства Вся работа Кайре была замыслена еще до начала Первой мировой войны, когда он учился в Париже и закончена была в начале 20-х годов Вся эта работа посвящена анализу связи теории и идеи святого Ансельма с неоплатонической традицией Он говорит, что вот этот вот принцип совершенства, который используется, как бы используется святым Ансельмом Есть не что иное, как преломление вот этого вот принципа связи бытия и совершенства, который мы находим во всей неоплатонической традиции Начиная с Платина и потом у Агустина и, в конце концов, у святого Ансельма Но с точки зрения Кайре несколько преломляется вот эта вот связь совершенства и бытия у разных авторов Как он говорит, у Платина, например, мы видим строгое соответствие между степенью совершенства и степенью бытия Но, соответственно, абсолютному совершенству соответствует абсолютное бытие Но на самом деле это бытие поглощается совершенством То есть тогда, когда мы доходим до уровня абсолютного максимального совершенства То есть мы выходим за пределы бытия, бытие фактически исчезает и сливается с этим совершенным абсолютом Кайре указывает, что у святого Августина понимание совершенства и существования будет немножко иное, и основывается оно на том, что само существование есть благо, и поэтому тот, кто совершенен, он обладает и всеми возможными благами, в том числе и существованием. И с точки зрения Кайре у Ансельма вот такой вот прямой идентификации совершенства бытия не происходит, но, тем не менее, существование что-то добавляет к уже имеющемуся совершенству, поэтому анализируя аргумент Ансельма, он фактически встается на уровне вот такой вот логики, то есть он говорит, повторяет вот этот вот ансельмовский ход, что мы мыслим что-то, как то, более чего помыслить нельзя, но если мы его мыслим только существующим в интеллекте, то мы можем помыслить его существующим реально, и это будет больше. Значит, за счет чего здесь возникает больше? За счет того, что существование все-таки добавляет совершенства, но добавляет совершенства только к уже вещи, несущей в себе совершенство. Другими словами, вымышленный супермен, он будет, то есть реальный супермен лучше, чем вымышленный супермен, потому что супермен есть несовершенный человек, и бытие к этому совершенному человеку добавляет еще совершенство. Но если мы говорим про совершенного злодея, то есть про абсолютно такого совершенно злого злодея, то вот его существование будет уменьшать совершенство, потому что существование зла есть зло, существование блага есть благ. Поэтому с точки зрения Каре, Ансельм опирается на такое понимание связи бытия и совершенства, это позволяет ему определенным образом толковать майос в формуле Итко-Майос-Кабитарий-Неквит, и на этом и основывается его аргумент. Но, как мы видим, на самом деле такая довольно, с моей точки зрения, может быть, слабая интерпретация, потому что как только мы по-другому видим эту связь бытия и совершенства, вот так вся логика аргумента падает. Как только у нас появляется какой-нибудь гавнилон, который толкует связь и совершенство бытия совершенно по-другому, и Каре описывает, в чем разница, он говорит, вот с точки зрения этой критики, совершенство является, то есть бытие является, существование является фундаментом совершенства, поэтому всякая существующая вещь сама по себе уже лучше всякой вымышленной. И как только мы начинаем по-другому видеть вот связь бытия и совершенства, так вся наша логика падает. И оказывается, что мы зависим здесь не просто от самого факта признания осмысленного высказывания Итко-Майос-Кабитарий-Неквит, но и от каких-то дополнительных параметров, которые нужно специально околадить. Вот самое интересное, что некоторое время спустя, в 50-е годы, Каре выступая с лекциями на радио, ставит акценты немножко по-другому. Говоря про аргумент Святого Ансельма, он указывает, что если бы мы сейчас, что он никогда не теряет свою актуальность, он все время привлекает внимание философов, и если бы мы хотели сказать на современном языке, что нам говорит этот аргумент, то мы могли бы и сказать, что акт, в котором мысль полагает существование Абсолюта, образует единое целое с ее собственной сущностью. И отрицая существование этого Абсолюта, мысль отрицает себя саму. Вот такое вот видение аргумента, оно действительно в какой-то момент становится, видимо, доминирующим, не только, может быть, не совсем доминирующим, но важным для французской традиции, потому что именно такое понимание, прочтение аргумента я нахожу в книге французского иезуита, бельгийского иезуита Поля Жильбера, документарий на прослогион, написанный в 1990 году, и здесь мы видим совсем другой выход, совсем другое видение этого ансельбовского аргумента, он прочитан здесь в духе рефлексивной философии, и действительно здесь сам акт полагания Абсолюта становится важной составной частью самой аргументации. Ну, в первую очередь, этот актор Джильбер выступает с определенной критикой по отношению к Хайре и ко всем остальным, кто видел, кто находил вот этот вот принцип совершенства ансельма. Совершенно ошибочно это прочитывать, и Марион, кстати, тоже указывал на это, совершенно ошибочно прочитывать ансельмовское, ансельмовское, энс клума юс клумитарий неквит, как энс перфектиссимум, как самое совершенное существо. Вот этих слов у Ансельма нет, он нигде никогда не называет Бога энс перфектиссимум, и поэтому принцип совершенства, на который так вот поставили Кайре, на самом деле мы не должны такую роль ему придавать, и настолько обращать на него внимание. Скорее, интереснее будет обратить внимание на саму структуру мысленного акта, и посмотреть, работать с ним. Тогда мы можем сказать, что вот обозначение Бога, которое предлагает Ансельм, то есть то сущее, более которого нельзя помыслить, содержит в себе отрицание, и в нём нет, то есть такое отрицание, которое позволяет нам говорить, что то, о чём идёт речь, это даже не энс, а нихил, то есть это не сущее, а ничто. Больше, чем что-либо, это накладывает запрет дискурсивного мышления, то есть кандитацию, мыслить Бога как нечто. Больше, чем что-либо, мы выходим за пределы какой-либо определённости, которая доступна кандитацию, и выходим в область вот этого вот превосходящего ничто, превосходящего ничто, который открывается уже не кандитацию, а интеллектус. То есть вся интерпретация здесь строится вот на разделении этих двух интеллектуальных функций. Интеллекта, который как бы схватывает то, что ему даётся целиком, в неком едином интеллектуальном акте, и кандитацию как такое вот дискурсивное мышление, которое мыслит в понятиях, и которое пытается через определённость, через понятия, через концепты ухватить реальность её описания. То есть, соответственно, и кроме этого Жильбер обращается к анализу вот мыслительного акта, в котором «Ит Квумаюс Каджитарий Неквид», то есть то, более чего нельзя помыслить, мыслиться. Помыслить Бога, как то, более чего нельзя помыслить, по мнению Жильбера, означает признать оригинальную пассивность мышления, которая признаёт свою собственную ограниченность, и признаёт, что оно инициируется иным, и не имеет своей основы в себе самом. Соответственно, погружённость мышления в то, больше чего нельзя помыслить, именно как некого акта, есть условия его собственной деятельности, условия собственного мышления. Движение духа к тому, что его превосходит, пишет автор, отвечает акту, вне которого мысль становится абсурдной. То есть акт мышления является вторичным по отношению к тому акту реальности, который притягивает и зовёт к себе это мышление. Таким образом, формула Ансельма описывает экстатический характер духовного движения. Дух, мысль устремляются к тому, что его превосходит, и при этом превосходит и всякое конкретное, конечное содержание мышления и мыслимость, вот в терминах компетенции. Анализируя потом опровержение критику безумца, автор показывает, что безумец остаётся на буквальном, на словесном уровне, признавая буквальную осмысленность высказывания Итку Майос Каджитари Неквит, он не видит его интенционального содержания, в том смысле, что это интенциональности, направленные на ту реальность, которая превосходит само мышление. Дженберг показывает, что всякий мыслящий человек, когда мы начинаем спорить о том, вот если мы признаём осмысленное высказывание, такое именование Бога, как того, более чего нельзя помыслить, как из этого следует признание его реальности и существования, всякий мыслящий человек знает, что мы в нашем разумении способны признать различия между вещью, существующей только в интеллекте, и вещью, существующей реальности. Пример с картиной, которая приводит Ансель, он показывает нам, что мы на некотором интуитивном уровне, то есть того, как мы интеллектом понимаем, что есть различия между тем, что мы только мыслим, и тем, что существует в реальности помимо этого образа или представления, которое содержится в нашем мире. И вот это становится ключевым моментом. Таким образом, мы можем утверждать, что наша мысль способна распознать свою трансцендирующую способность, способна признать себя, выходящей за пределы своих собственных внутренних и монентных мысленных содержаний, признать в себе вот это вот стремление к реальности, реальности, которая ее превосходит. Соответственно, разумение знает, что способна к преодолению вот этой вот своего внутренней монентности, способна к выходу к чему-то, что не является мышлением, и что это реальность, к которой мышление стремится больше, чем то, что подчинено самой мысли. Отсюда делается вывод, что если мы говорим о том, что больше чего нельзя помыслить, мы не можем оставаться в сфере исключительно имманентной мышления, что это самое признание говорит нам о трансцендировании имманентной сферы, отрицании этого, то есть сказать, что то больше чего нельзя помыслить не существует, как раз и означает отрицание самой сути, самой устремленности мышления к тому, что его превосходит. Вот этот вот акт признания реальности, которая превосходит мышление, является на самом деле даже не описанием Бога, а описанием самого мышления. Таким образом, можно увидеть, что в этом прочтении оценник таким образом сближается с Декартом, несмотря на то, что автор критикует многие другие интерпретации в излишнем осовременивании, тем не менее, мне кажется, что вот такая вот позиция, она скорее приводит, ее можно сравнить с идеей Декарта, о том, что человек, который находит в себе идею бесконечного, тем самым вынужден признать, что эта идея бесконечного не порождается им самим, а происходит из нет реальности, которая его превосходит, то есть происходит из этой самой бесконечности. И здесь мы как бы читаем Ансельма как того, что это прочтение, оно выводит мысль, признающую Бога, признающую Бога как реальность превосходящего мышления, превосходящую всякую границу, всякая определенность мышления, как раз вот в силу того, что самой мысли дается осознание своего экстатирующего порыва, который не запер в границах концептуального мышления, у мысли есть знание превосходящего ее ином, и как мы могли бы сказать, что это несомненное свидетельство того, что это трансцендирующая реальность, что это, как мы можем ее назвать, вслед за Декартом бесконечность, существует реальное неточнение на мышление. Спасибо. Спасибо, Желаю. Давай мы разнесем вопросы какие-то проясняющие. Даши, вот один момент, может быть, вы проясните, если что, мне поправить, в связи с Александром Кайре. В лекциях Кайре «От замкнутого мира бесконечной вселенной» он обсуждает отчасти, как затрагивает эту проблематику. Вот я здесь могу ошибиться, я уже помню точно, но мне кажется, он тоже говорит об Ансельме, и в этой связи вспоминает Артур Мавжоя, говоря о принципах полноты и изобилия. И вот в этой связи, скажите, пожалуйста, как соотносится понятие, на ваш взгляд, и с точки зрения Кайре, понятие совершенства Бога, Ансельма, предполагает ли полноту бытия мира, реализацию всех возможностей? Ну, это предполагает его полноту как Бога. Вот эта вот связь принципов полноты, насколько я помню, она как раз показывает, что Бог, как вот это вот превосходящее сущее, оно обладает своей полнотой и совершенством всех качеств. Ну, вот вы еще Декарта, упомянули в этой же связи Декарта, получается, что нет места для Бога в Вселенной, фактически нет места. Ну, получается, что да, Бог... А? Совсем. Что? Не совсем. Ну, по-моему, совсем. Ну, неважно, как бы, да. Но, может быть, не совсем, да, в чем-то вы правы. У Декарта, получается, Вселенная, у Декарта нигде не говорится, что у него Вселенная бесконечна, правильно? Он называет ее только беспредельно. Беспредельно. И всегда избегает с него бесконечности. А что бесконечная, это атрибут самого Бога? Да, это атрибут только Бога, да, как такой духовной сущности, для которой фактически на физической реальности Вселенной нет места. Да, что значит, как это, что я не совсем вас понял, что вы сказали, что нато бытия Бога предполагает, то есть, что значит полнота существующая, то есть, все возможности реализуются в мире за счет того, что Бог присутствует во всем. Я не имела в виду, потому что вообще весь этот разговор пока не касался никаким никоим образом мира. Вообще говоря, считается, что да, Бог является источником всех возможных благ и совершенств. Это не означает, что в мире всех благ... В смысле, он всем считается или вообще? Нет, это не означает, что в мире... Это не означает, что в мире... Это вообще не Богом считается. Это означает, да. Что Бог, как вот этот вот Энского, Мавиус, Кургитарий и Непвид, в какой-то момент это становится и суммом бонум, то есть максимум блага, и он является источником всех совершенств. Вот это благо, вот я про это и говорю, да максимум блага. Что такое благо? В античной философии благо получается, что это реализов... Благ в том случае, если в нем реализованы, ну, во всяком случае, Платона так получается, реализованы все возможности абсолютно, которые только могут быть помыслив. И в этом смысле он благ. Вот благо, идея у Ансельма, такое же идея благо или что-то другое? Я даже запутнул вас на рамку. Да, я имею в виду, что речь не идет вообще-то различий про мир. То есть никаким образом он пока про мир не говорит. Ну да, я понял, я поэтому спросил, как это относится или это... То есть идея, где там теологическая такая, что если в мире вообще существует какое-то благо, там, не знаю, красота, доброта, гармония, совершенство, справедливость и так далее, и так далее, и всякое благо имеет свои усыщенные помощи. Это не означает, что сам мир должен быть абсолютно и являться реализацией всех возможных. Ну, только в этом смысле он в полном смысле благой. Сказали бы, сказал бы, скажем, что, не знаю, шматой. Потому что благо именно реализации всех. Ну, не важно, я понял, спасибо. То есть, скорее, в мире существуют какие-то конечные элементы влага, и мы, наблюдая это влага в мире, можем сказать, что существование этих каких-то примеров влага в мире является следствием того, что Бог обладает этим влагом в максимальной степени и его дарит. Ну, это вот, я понял, у вас это, с точки зрения, это интерпретация КРФ, я правильно понимаю? Ну, это, скорее, такое понимание средневековой теологии в своем отношении блага Бога и блага Бога. Это, в частности, вот выводится, как у Ансеймера была первая книга, которая как раз развивает другие типы доказательства бытия Бога от контингентного мира к максимальной степени совершенного. Как раз он используется вот эта вот логика, которая потом повторяется в статье у святого Памы некоторых доказательствах, что мы обнаруживаем существование каких-то элементов влага в мире и, возводя их в некую бесконечную степень, отрегулируем их в ходу. Хорошо, спасибо. Саша, а вот Жербер видит какое-то, кстати, различие аргумента Ансеймера и Декарта? В том смысле Декарта, вот как развитие Когита, как антологический аргумент, как другая сторона Когита и развитие Когита. Так я поняла его интерпретацию Ансеймера, что по сути, Когита сама в себе обнаруживает свою ограниченность. Самое интересное, что, например, в этой книге он не особо ссылается на Декарту. То есть он ссылается... Вы это отметили совершенно верно. Там сразу видно, что это же Декартов аргумент, логически. Да, что получается, что он вроде как вольно или невольно воспроизводит вот эту вот мысль Декарта, что с моей точки зрения может быть вообще влиянием всей французской традиции. То есть мы находимся в раунках вот этой французской мысли, которая как бы хочет она или не хочет, она все равно возвращается к Декарту. Потому что в книге он даже скорее оговаривается, что нет, вот есть интерпретации, которые возникают там по следам Декарта и после Декарта, которые там несколько искажают этот аргумент. Они тоже хорошие, но это уже не так хорошо, как у Ансеймера. Тем не менее, вот как мы видим, он впадает вот в это вот обращение. Он сам признает, что речь идет здесь о рефлексивной философии, то есть о философии, которая пытается найти основание, такой фундамент бытия, посредством анализа самого оптомышления, то есть он как бы остается в тем же самым рамках. Нет, ну, видимо, мне это как раз очень нравится. Мне кажется, так и есть его. Ну да, мы его за что и любим, да. Тем не менее, почему-то Декарта он здесь вот как-то... Не упоминает, да? Можно, пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Вот вы говорили, что это не совсем антологический аргумент, а скорее даже феноменологический аргумент, поскольку, как мне показалось, речь идет о том, что некий интенсиональный акт может дать такое содержание, которое до мышления существует, то есть непредставимо в понятийной форме, и в этом интенсиональном акте мы как бы удостоверяем существование вот этой границы мыслей, да? Я думаю, что да. Сам этот акт является актом мышления или актом чего-то иного? Что я делаю для того, чтобы выйти за границы существа, ну, за границы определения? Ну, вот с точки зрения Джульбера, этот акт является неким совместным действием интеллектуса и кодекацию, то есть вот этот вот момент трансцендирования, он лежит как бы на совести интеллект. То есть два раза, да? Интеллект — это наша способность как бы превзойти границу, но мыслить в понятиях может только дискурсивный разум. Поэтому интеллект, с одной стороны, он выходит в этом интенсиональном акте за пределы, за границы, как бы имманентную сферу имманентного мышления и одновременно с этим полагает границы для дискурсивного мышления. Ты туда не ходи. Вот там есть граница, я знаю, что за границей что-то есть, но схватить это уже нельзя, потому что вот твои дискурсивные пределы, вот они здесь, всё. Я полагаю границы, одновременно я мысль, да? Да, то есть я полагаю, я одновременно трансцендирую границы, и вот именно это и является признаком того, что это не является от меня, то есть это не является самым, как бы это и является выходом в сторону этой реальности. Я не автор, получается, вот этого. Да, я здесь говорила, что он иногда останавливается на этом во вскрытке пассивности мышления, потому что мышление, оно не само инициирует вот это движение, а отвечает другому. Но признать вот это движение как ответ, признать это движение как концентрирующий, признать эту границу, это всё с его точки зрения возможно, только поскольку мы обладаем вот этой способностью и телеска, которая больше, чем дискурсивные мышления. А чем он оперирует, если не понятиями? Он это не описывает? Понятиями он не может оперировать. Нет, он как бы с одной стороны, ну как бы вот в нормальном состоянии, считает, я насколько понимаю, они работают вместе, то есть интеллект усматривает, а дискурсивное мышление это охватывает. Поэтому и когда у меня есть какое-то знание, ну вот, например, не знаю, какое-нибудь знание там математических истин, эти математические истинные я усматриваю, но в то же время я их усматриваю как личное конкретное и оформленное. Но вот здесь вот, когда мы говорим, что это же единственный такой объект возможный, о котором мы можем говорить, то больше чего нельзя помыслить. Как бы уникальная ситуация, да? Вот это единственный... Интеллект только в этой ситуации нам нужен. А так мы вполне можем... Нет, интеллект, интеллект это вообще, насколько я понимаю, способность вот этого вот схватывания и усматривания истины непосредственного, которые во всех остальных случаях называются в дискурсивном мышлении. Я боюсь, что вот просто анализируя их, мы на самом деле не сможем вот так вот четко разделить, где у нас работает интеллект, где дискурсивное мышление. То есть сказать, вот здесь вот надо, где другое... Интеллект, действительно, можно вспомнить конью из тоски по потерянному Богу не выведешь потерянного Бога. То есть, может быть, он нас вот просто как бы направляет куда-то, когда возбегает, чтобы дальше уже вопрос веры. В некотором смысле да, для веры интеллект, он самое важное. Нет, я сейчас вот сходу не найду, потому что здесь есть страницы, которые посвящены и описаны. Это интересно, действительно. Там он классическую концепцию как-то рассматривает. Или это собственно... То есть, он говорит, что, видимо, пишет, что интеллект у него... Это мысль, выполняя свой акт, получает доступ к знанию. И это является и интеллектом. Интеллект, значит, это содержание... Вот то содержание мысли, которое становится очевидным, например, в конце некого рассуждения, вот от рациональной деятельности. Таким образом, вот коджитацию описывает дискурсивное мышление, какое-то исследование, как вот переход от одного логического содержания к другому. А интеллект, он скорее описывает интуицию, непосредственное знание, вот непосредственное там поставление некоего знания в наше такое вот внутреннее видение. Да, то есть, скорее, такие, да, мышцинянские мотивы. Ну, вообще, мне кажется, что, действительно, то, что ансельму не только то, больше ничего нельзя помыслить, но и больше, чем можно помыслить, это очень важный момент. Действительно, тут это очень согласуется. Но только, мне кажется, действительно, это Декарта, в большей степени. Но можно ли называть интуициональным актом действия нашего интеллекта относительно того, что не обладает чтойностью? Да, мы скотисты называемые чтойностью. Но если это интуициональность, то он должен быть на что-то, что обладает чтойностью? Здесь у нас невозможно внутренний полгокопение. Да, да, да. Я думаю, что здесь вот ограниченность такого исключительно феноменологического прочтения, что если мы остаемся в рамках феноменологии, то мы начинаем искать вот эту вот связь, что наш объектный полюс должен обладать какую-то форму. Здесь же я вижу, что интенциональная направленность, это направленность акта как-то. То есть не к форме, не к вот этой вот чтойности, а скорее к акту бытия, который является в случае определенной вещи и к носителям. Нет, все пределы. Наш будет оплату. Потому что нам сказали, что высоко. Народный порядок, это акт названный на акт. Да, акт мысли, который вторит, позношение, как акту и я, который первенечит. Должен быть переносчик взаимодействия, как пензотелям. Ну хорошо, да, у нас... Спасибо большое.